Привет! Ты на канале Аид Гор. Сегодня я хочу наконец-то поиграть в игру, о которой мечтали миллионы. Она реально очень крутая, и надеюсь, она меня не подведет, как подвела несколько лет тому назад многих таких же мечтателей, как и я сейчас. Приятного просмотра! Поехали! О-о-о! Посмотрите, как это круто, блин! Скорее всего, это планеты, на которые можно будет садиться, но я, конечно, не знаю, неужели это реально. Это просто космос, ребята. Короче, игруха, походу, очень крутая. Так, окей, начинаем игру. Нажмите Е. О-о-о! Пока не впечатляет. Бесит! 15. 73 градуса. Жарковат, конечно. 1,7 радиации, 17 ватоксина. О-о-о! Господи, куда я попал? Предыстория такая. Мы потерпели кораблекрушение и попали на Бесит 15. Бесит меня эта планета 15 раз. О, прикольно. Животный. Э, откуда он вылез? А это я понял дрон. Дрон, как с фильма... Дай бог памяти об Ливен. То с Томом Крузом. Отлично, кстати, фильм. О-о-о! Кайруса. Новое открытие. Зафиксирован опасный уровень тепла. Угу. Так. Блин, классно. Мурашки. Презарядите натрием систему температурной защиты. Ребят, чтобы найти натрий, нужно нажать сканер. А сканер у нас не работает. Ага. То есть, работать не в полном режиме. Нужна ферритовая пыль. Окей. Ага. Нам много ее нужно. Отлично. Собрали ферритовую пыль. Ремонтируем мультитул. Так. Ремонт. Теперь нам нужно активировать сканер и найти натрий. О. Класс. Можно было ее не нажимать. Так. Взять. О-о-о! Фу-о-о! Какие противные! Так. Ладно. Я не буду подходить. Не хочу. Нажмите Х для быстрого. Окей. Ой. 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 Все. 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 Чуваки. Такая музыка. Такое ощущение, как будто я игру прошел. Так. Собираем. Собираем. Получен сигнал звездолета. Найти и исследовать звездолет. Да ладно! У меня есть свой звездолет. Обалдеть. 480 метров. Ну, в принципе, если идти пешком, где-то минут 5 займет. Пешком мы идти не будем. Будем бегать. Дигидроген. Я не знаю, что это такое, но является ключевым компонентом взлетного топлива. О. Я думаю, он нам по-любому понадобится. Ходячий гриб. Офигеть. О, господи. Типа оно бегает, короче. Ты просто космос, детка. Давай познакомимся. Да что это за значок, а? А, вот ты. Окей. Я так понимаю, что это что-то вроде полиции на этой планете. То есть, если мы начнем тут дебоширить... А ну-ка. Кстати. Ой. Опа, 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 опа. Все, 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 все. Все, я стою, все. Я чист, я чист. Я ничего не делал. Все, можно идти? Спасибо. Вот он миленький, страдает весь, полыхает. Конечно, жара такая. Давайте сядем в него. Это что, телепортация, видимо, сработала? Интерация действует? Окей. Подключение к атласу неустойчиво. Взлетные ускорители отключены. Импульсный двигатель отключен. Короче, ничего не работает. Так, мой экзокостюм привел меня к разбившемуся звездолету. Панель управления реагирует на мои прикосновидимые. Это корабль принадлежит мне. Я ничего о нем не помню. Собственно, я вообще ничего не помню. Бухать меньше надо было. Журнал, номер такой-то нет. Доступ к экзокостюм. Подключено. Предложение. Пилоту стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонта. Отремонтируйте, естественно. Импульсный двигатель. Критическое повреждение. Блин, ну, с двигателем у меня всегда была проблема. Так, нужен герметик. Металлическая обшивка. Хорошо. Видимо, здесь. Так, металлическая обшивка. Отлично. И еще нам нужен герметик. Где нам его достать? Ладно. Закрепите металлическую обшивку на импульсном двигателе. Хорошо. О, прикольно. У нас температурная защита восстановилась, когда мы вышли из корабля. Значит, в корабле есть какая-то святая геньба. Па-па-па-па-па-па-па. Где наша пластина? А, вот, я понял. Нужно сначала нажать сюда, а теперь надо на пластину нажать. Точно. Все? Мы типа починили? Видимо, да. Критическое повреждение звездолета. Отсутствие важного составляющего. Невозможно синтезировать требуемые компоненты. Для работы импульсного двигателя требуется герметик. Блин, не надо было китайцев покупать этот корабль. Рекомендации. При анализе интерации поблизости обнаружен герметик. Угу. Извлеките инновационные данные из ячейки аварийного маяка. Ремонт звездолета. Сбор материалов. Найдите запасы на месте падения. Вау. Класс. Супер. Аварийный маяк. Окей. Сценарий. Интерация. Передом удалено. Вероятно, ошибка разделения границ. Судно 16 опустошено. Вторжение стражи. Намерение передачи неизвестно. Диагностика. Нет связи. Блин, классная сфера, кстати. Анализ отжидая новой интерации. Ладно, транслировать. Ну, видимо, сканировать. Что-то вроде того. Обнаружение аномалия странника. Положение зафиксировано. Инициализация проверки целостности системы. Аномалия уступает. Повсюду красный свет. Все залит обогрянцем. Затем он исчезает. Свет утекает. А бывшие столь понятными словами начинают ускользать. О чем это я? Я заглядываю внутрь корпуса маяка. Он способен не только передать сигнал бедствия. Внутри него есть модуль навигационных данных. Забрать. Получи навигационные данные. Соберите ферритовую пыль. Создайте усилитель сигнала. Господи. Ферритовую пыль. Хорошо. Создайте усилитель сигнала, чтобы использовать навигационные данные. Создайте металлическую обшивку. Опять. Хорошо. Будет сделано. Есть. Соберите углерод. Так, углерод, углерод, углерод. Видимо, это... Видимо, это... Это у нас. Ну-ка, давайте сюда пойдем. Что это у нас? Кислород. О-о-о. Ой-ой-ой. Ой, токсины. Прикольно. Уже три графы. Дидроген. Я думаю, нам очень понадобится. Поэтому я его сейчас соберу. Углерод. Все, я понял. Я понял, где углерод. Кстати, можно было нажать на С. Но почему бы не побегать? Ферритная пыль. А я думал, ферритовая. Ну ладно. Кристаллы углерода. Отлично. Нам нужен углерод. Э, что такое? Оружие разряжено. Хорошо. Как нам тебя зарядить? Расщепитель. А, углеродом. Так. Так. Все отлично. О-о-о. Здесь прямо кишит все углеродом. Угу. Ну, в принципе, углерод я собрал. Надо же делать. Закончить до конца. Правильно? Угу. Это не я. Это не я. Я ничего не делал. Так, теперь нам нужно создать нано... На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-хлеб. Углеродные нанотрубки. Продукт создан. Хорошо. Так, теперь соберите натрий. Господи, да что ж такое, а? Натрий-натрий. Я уже не помню, как он выглядит. О-о-о! Блин! Гадское растение, а? Богатое натрием растение. Отлично. Так. Натрий, ты где? Какой-то инопланетный малыш где-то бегает. Я слышу детский возглас. Получи навигационные данные. Чтобы открыть меню создания, нажмите Z. О-о-о! Прикольно. Усилитель сигнала. Поставим-ка его сюда. Так, хорошо. Что делаем? Обнаружение сигнала. Аван-поста. Активно. Активно. Обнаружение элементов улучшения костюма. Активно. Укажите навигационную задачу. Господи, что надо делать? Как заказывать? Вот данных. Навигационная программа. Активно. Укажите навигационную задачу. Я же нажимал уже. Аварийный. Перекрестная проверка навигационных данных. О-о-о! О-о-о! Прикольно, прикольно. Что он делает? Это все нужно для того, чтобы найти герметик. Господи, он в каждом хозяйственном магазине продается. Ага. О, прикольно. Там какая-то луна птицы. Здесь есть птицы. Жар понижающий прямух. Так, давай, давай, устанавливаемся. Тени лебедей. Посмотрим, что тут за птеродактиль летает. Где они? А, вот они. О, действительно птеродактиль. Прикольно. Тут надеюсь, динозавров нет. Хотя нет, наоборот. Лучше бы они были. Так, смотрим, сколько... 800 метров! Да вы издеваетесь, блин! Я же так похудею. Бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук. Ёлки. Так, кстати, странно. На улице вроде темень, а 64 градуса. О-о-о! Прикольно. Это, короче, походу патруль какой-то. Огненная буря, блин, класс. А где эффект огненной бури? Я так понимаю, нужно где-то прятаться. А, ну все, мы, в принципе, практически добежали. Вот это все штук. 62 градуса. Ну, в принципе, не пойму, где огненная буря, но да ладно. Внимание, приближается буря. Укройтесь в пещере или здании. Зарядитесь натрием. Ага, все, все, 98 градусов. Все, чуваки, я понял. 104 градуса, обалдеть. Я в шоке. Так, а это что такое? Пещерная тыква. Луковичная тыква. Так, и что с ней делать? Э, опять оружие разряжено. Да что ж ты будешь делать? Вот это растение растягивается. Из резины, наверное. Каучуковая трава. Какая зловещая музыка, а? Ой-ой-ой-ой-ой. 104 градуса. 34. Господи, 18, 17. Бог с ним, побежали. Сколько можно терпеть? Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Побежали, побежали, дружище. Еху! Еху! Так, мы прибыли. И? Не могу найти корабль. Так, забрать припас, естественно. Запись в журнале заканчивается. Машина оживает и выдает припасы. Теперь у меня есть герметик для ремонта корабля. Обалдеть. Опа. Что тут можно делать? Исследовать образец. Кстати, внимание, не удается обнаружить звездолёт. Блин. Куда? Так, ну я пришёл точно оттуда сверху. Я 100% пришёл сверху. Не удается обнаружить звездолёт. Я думаю, он где-то вот здесь. Вон, даже туда надо бежать. Бежим, 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 бежим. Медь. О, прикольно. Как её собирать? Нужен ландшафт и манипулятор. О, прикольно. Слушайте, мне эта игра начинает больше и больше нравится. Класс. Собирать что-то манипулятор. Блин, я визор должен был этот забрать. Я его уже не забрал. Чёрт возьми. Окей, мне повезло. Я нашёл свой корабль. Так, хорошо. Блин, мне нужен кислород. Так, ладно. Отремонтируем быстро мой кораблик. Вот и мой маленький. Взлётный ускоритель. Так, теперь нам нужен чистый феррит и дигидрогенный гель. Окей. Так, что нужно собрать? Так, смажьте. Смажьте корабль, молдеть. Хорошо, давай смажем его. Теперь нам нужен, 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 нужен чистый феррит. Как его добыть? Соберите кислород. Да ладно. Кислород. Вот нельзя было его ещё выше поднять, а? Хорошо, что он быстро собирается. Так, нам нужен ещё кислород. Кислородус. 90 метров. Блин, игра заставляет бегать. Очень много бегать. Ну, в принципе, неплохо. Интересно. Требуются продвинутые материалы. О-о-о-о. Короче, это наша маловарня. Так, нажимаем Е. Смотрим. Ага, это наше топливо. Нет, зарядить углеродом. Или сжатый углерод. Так, помещаем. Чистый феррит. Начать. Так, всё, мы всё собрали. Чистый феррит собрали. Теперь идём на корабль наш. Нажимаем ТАП. Починка. Так, это есть. Это есть. Отлично. Всё просто супер. Всё окей. Корабль отремонтирован. Пусковые системы запущены. Все системы исправны. Ищите ответы среди звёзд. Нажмите W, чтобы взлететь. Друзья, поздравляю. Мы взлетаем. Опасные внешние условия. О-о-о. Супер. Ой, 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 ой. Нажмите Е для приземления. Так, окей. К управлению нужно немного привыкнуть. Угу. Какие облака. Немного в ту сторону. О, шифт зажать. Супер скорость. Давайте полетим в космос. Отлично. 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 О-о-о. Здорово. Космическая станция. До прибытия три дня. Удержит Е, чтобы оставить метку. Хорошо. А могу ли я сесть в любую точку абсолютно? Земли? Ну, планеты, другой. Ой, я так понял, мы можем сесть вот на эту планету, на эту. То есть на любую, практически. Наверное, я даже не знаю. Надо посмотреть. Давайте попробуем вернуться обратно, только уже совсем другое место. Так, меня опять куда-то крутит. В общем, к управлению нужно еще привыкнуть, но мне очень нравится. В принципе, не сложно. Так, окей. Давайте спустимся сюда куда-нибудь. Нажимаем ускорение. Да, отлично. Точно, точно. Все получается. Мы входим в плотные слои атмосферы. Да, здорово. Все супер. Друзья, честно хочу сказать. Наверное, стоит купить. Особенно платируем, там не так уж и дорого. Что это за станция? Интересно. Так, слишком высоко, чтобы начать посадку. Окей. Есть какое-то входящее сообщение, но я пока не хочу открывать. Хочу просто побегать. Блин, смотрите. Вот это да. Что это вообще тут такое? Ну, я даже не знаю, здесь есть что-нибудь, нету. Но выглядит все, конечно, очень классно. Так, да, ну и... В красоте. Просто красота. Летим на солнышко. У-у-у-у. Интересно, кометы можно разбомбить? О, отлично. О, серебро. Даже можно... Ничего себе. Даже можно что-то собрать. Серебро это хорошо, можно продать. Ладно. Входящее сообщение. Окей, посмотрим. Входящее сообщение. Источник номер такой-то. Пожалуйста, назовите себя. Я... Я козе. Ты не хозе, в одиночестве. Ты не козе, в одиночестве. Следуй за козе. Трансляция прервалась так же неожиданно, как и началась. Последний фрагмент сигнала похож на координаты планеты. Ну, понятно. В общем, нам нужно куда-то типа полететь. Ну... Внимание. Полученное навигационное. Угу. Отлично. Так, хорошо. Нам нужно полететь. Ух ты, какая красивая планета. Это море. Космическая станция. Так, до прибытия 12 часов. Так, это что у нас? Неизвестная планета. Не открыто. До прибытия 15 часов. А, подождите. 4 часа, если мы зажимаем shift, то получается 15 минут. Ну, в принципе, почему бы и нет? Почему бы и не полетать? 16 минут. А да, отсюда сколько? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 18 минут. Еще дальше. Хорошо. Ну, в общем, друзья. Самое главное, я сделал открытие. Наконец-то я нашел игру, в которую можно долго играть. И очень интересно. Потому что, я так понимаю, разработчики обещали. И по многочисленным отзывам, игра действительно очень хорошая. Очень разнообразная. Надеюсь, разработчики действительно в этот раз не подведут. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. В следующем видео я долечу, наконец-то, до этой планеты. А вот уже потом, когда немного подниму свой скилл, поиграю с друзьями. Всем пока, удачи, хороших вам полетов. Не забудь подписаться на канал, дружище.